Керамическая флористика пришла к нам с Востока, из Японии. Это лепка реалистичных цветов при помощи специальных материалов, самозастывающей полимерной глины. Готовый продукт напоминает изделие из тончайшего фарфора, поэтому его прозвали «холодный фарфор». Холодный фарфор существует уже давно. Изначально его состав был прост – клей ПВА и крахмал. Когда на этот материал начали обращать внимание профессиональные флористы, состав доработали и усовершенствовали. Он стал эластичным и мягким. Причем полимерная глина высыхает самостоятельно и не требует обжига в печи. Изначально это обычный кусок глины, но он не такой глины, из которой горшки делают. Это полимер и отвердеет сутки. И вот изначально замешивается глина, в нее добавляется цвет, а потом уже все делается. Вот именно мимоза, сирень. Есть для чего-то инструменты. Для каких-то цветов есть инструмент. А вот сирень, мимоза и какие-то мелкие цветы – это все ручная работа полностью. Все эти букеты сделаны Еленой Софиевой. Каждый лепесток вылеплен по собственной методике с особой тщательностью. Мастерство Елена нарабатывала постепенно. Разные приемы работы с материалом изучала в нескольких школах керамической флористики. Ее любимые цветы – полевые. Их красота настоящая, природная и чистая. Любовь к цветам была всегда. Но когда я уже стала заниматься керамической флористикой, то я уже воспринимаю цветы как ботанический, можно сказать, объект. Когда уже разбираешь его, из чего он состоит, сколько тычинок, сколько лепестков. Уже более по-другому смотришь. Уже и цветовой гаммой. И почему здесь так, почему здесь столько лепестков, здесь столько. Все работы словно живые. И реалистичность их уже доказана на практике. Когда у нас была фотосессия, то выставили это в траву, и прилетел шмель. И начал клевать хоботочком в серединку. Ну, ничего не получилось, к сожалению. Но если уж даже мы смогли природу обмануть, можно сказать, то я думаю, что людям это очень понравится. Часть композиции создана по мотивам живописных полотен. Но есть и те, которые являются отражением ее души. Гвоздики, которые я делала по вдохновению, чтобы помнили о воинах наших, о войне. И вот гвоздики у меня ассоциируются с этим. Цветы Елены Софиевой нежные и изящные, утонченные и хрупкие. Главное их преимущество – они всегда остаются свежими. И могут радовать круглый год. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей.